Всем привет, уважаемые телезрители! Продолжаем сегодня прохождение игры EWQ2 по-русски. В этой серии мы будем не знаю, крафтить и квестить тоже будем. Сейчас только мне надо с барахлом разобраться, который у меня в сумке после вчерашних квестов. Вспешка вверх, разобрать. Принт, промрин, основной бит. ББ уже ББ? А, ББ тогда. Получать достижения, если ты знаешь, как они устроены. Что за что мне такое достижение? Только что дали за что-то достижение. А-а-а! Я понял, за что дали за задание. Это легенды и предания, которые я разобрал. Ой, разобраду. Элементали там, по-моему, зачем? Что-то. Где-то тут возможно быть. Интересные места в темно-лиси. Ого! Все интересные места в темно-лиси нашел что-то. Да, файдарка что-то. Бродяга малого файдарка. Лагерь гавраков не нашел что-то. Края спасухольницы в щели. Сейчас посмотрим. Где-то еще было. Примесло. Примесло. В общем, где-то здесь эта штука. Ладно, не буду париться. Талисман. Тойота и владение оружием. Но не дает разрушения. Поврежнение всего. Но ПС Тойота-то я вообще не умею. Поэтому я его уничтожаю. А вот это уже похоже на что-то толковое. У меня вот плюс 7 интеллекта. Где ничего больше. Надо его поставить. Цель книжка доступна стала. Договор со смертью у меня ученик. Я сейчас в пати. Куда пошел опять? Какие-то имства там зачищать. Я тут все люди сбили. Раза драконов. О-о-о. Классно. Рандом данжики. Надо пристелить с любого. Кошмарная защита. О-о-о. О-о-о. А я что 28 уровень что ли сделал? Что я сделал? Мне же надо было вот на эту что ли. О-о-о. Точно я взял 28 уровень опасности. О-о-о. О-о-о. Рыцарь не далеко до него. О-о-о. Вот эти вот вещи нам надо наверху скоро притащить. О-о-о-о. О-о. Чего здесь вы Blessed dos? Что заглянулись? О-о-о. Рецепт. Ого. Чего тут поступят? О-о. То, что мы скоро. Тридцатый, о, наруч, а, нет, не наруч, отверстие успехи под плечи. Не, ничего толкового нет вообще, на целых 8 базовое значение пока подойдет. Телеп, сядь его. Ну вот мне надо разрушение, чтобы, потому что я, когда красный бью, они бились, чтобы не было сопротивлений, а чё-то ячейка опять с травмой, тёмненькая. Тридцатый, а, нет, не наруч, а, нет, не наруч, а, нет, не наруч. Сково мне там было, для взятия, о, водении оружия. Хех, запясть. Ну вот это вот еще можно. Ничего. Штанина. Шнanz, модер, семнадцать, в нс, обмад, пить, базовая. går wsp. Напитанный япон уже обманчик. Хех, шнадцать, там кирик, у нас девять, разрушение. Короче! White следом оставляем, а вот этот... ...э Caribbean desire, там это Mart Queuvia поможет сопротивление растр magoo small Re 너무 pretty. Затем где для esco, трубы. Еще кусок. Томмодоры разбираем. Че там разбор у меня уже прокачался? Да, разбор прокачался, хватит разбирать. Это я уже выучил. Это я попозже разберу. Что это за раздражение? Чинение Фокс Волда, это классная вещь, конечно. Но у меня лучше стоят. У него тоже на разбор. Трустальный флакон. Продать. Ахимия продать. Трофей какой-то. Ну-ка-с-ну-ка-с, че за плащик-то хоть? Восить. Да. Опять фокус. Увеличивает, короче, дамаг. Ну вот. Наверное, отдельно, почему бы и нет. База дает интеллекта больше, дает выноса дает больше. Разберем. Так, а ты че даешь? Ничего не даешь. Забрать. Позовем осколок железа. Жезла. А. Пум-пум-пум. Талисман, еще один. Тоже какой-то фокус-шокус. Надо разобрать. Ноль шесть. У нас. А, восемь защиты дает. Набрать. Продать. А, тридцать второй? Вообще, какая-то ерунда полная. Семена Дрейка продать. А вот это можно, кстати, попробовать куда-нибудь воткнуть. Здесь уже есть так. О. Сюда можно воткнуть. Сколько он дает? Три всего дает. Привет, дорогие как Тор. Рад тебя видеть. Как дела? Еще не надо такое же куда-нибудь воткнуть. Во, в пояс. Во, во, в пояс можно воткнуть. Что, восемь здоровья? А, не, вот же. Хорошо, снова на стрим попал удачно. Да, мы недавно начали стрим. Еще пока ничего не сделаем. Путевого. Путевого. А он что, дает восемь здоровья. По-моему, я его уже пытался где-то там заюзать. Сейчас еще раз проверю. Это вообще классно, что у кого больше сведомленности. Эпике эпический. Путевый. Да, везде уже. Путыкал я. Я колосок попиваю особой почти домашней. Хех. Барашку что ли? Колосок. сейчас нам найти торговца но вначале мы сейчас немножко покрафтим всякие там ежедневные эти сделаем бонус опыта сольем крафтера экспортер по-моему ему надо все продать с с с с с варахла я вообще разбогател и наверно мне нужно пойти домой и туда взять заодно задание там у чувака который занимается подмастерью и который заодно там книжки почитает я забыл убрать это абстракция нарисована нож половину даже статусе выполнения осталось 3 дня так давай побыстрее пусть упадет твое дело и надо взять квест крепкий пояс из уваренной кожи надо запилить и здесь мы сейчас прочитаем книжки и поставим вот сюда на полку сначала прочитаем я думаю вот эти вот которые руками написаны какая-то жатвы ужаса почитать в северном пригороде Кейнеса расположен уютный для местных жителей уголок под названием Боблшир в основном здесь проживают мелкие расы вроде гномов полуросла однако можно найти и более крупные особи для очередной жатвы данный район подходит лучше прочих через весь район проходит неглубокая речка воды которой непозрачны в темное время суток тихое плавание позволит остаться незамеченным даже самым юным из нас однако следует помнить об осторожности а водный путь проходит через местную достопримечательность шестерню все перемещения в данном районе должны происходить ночью и под иллюзиями местных рас нежелательно напрямую контактировать с жителями Кейнеса лишь мягкое подчиняющее действие тем из нас кто не подготовлен к прямым контактам предписывается всячески уходить от общения это сложная задача местные очень жители словоохотливы невидимость использовать не следует это может привлечь нежелательное внимание стражи и конкордии в первую очередь необходимо скрытно переместиться к началу водного протока на юге района за решеткой можно устроить первую базисную точку при этом нужно отвлечь внимание излишне любопытные мейлы Медоуз которые бдительнее часовых наблюдают за проток наша первая цель здание торговли Боблшира за зданием находится канализация рядом с которой обитает множество крыс обычно они прячутся в канализации но в темное время суток можно выманить их к воде несмотря на механическую начинку некоторых из нас они хорошо подчиняются мягкому вмешательству в разум а местные торговцы всегда опасались того что крысы однажды начнут вести себя агрессивно однако наша задача сделать их поведение странным жители Боблшира не должны сформировать подозрения жалобы которые заставят власти принять меры против наших новых питомцев первый мастер должен обеспечить невнимательность невнимательность всех обитателей таверны кроме Луазори и Шинкикер в следующий раз когда она будет пьяна она должна единственное увидеть как наши питомцы воруют юм-юмовые пироги и уносит его через ночную Боблшир в канализацию мастеру сновидений необходимо закрепить данные воспоминания как четырехчасовое сновидение мастеру ужаса необходимо установить ловушку в кейновских протокомбах водные блики должны создавать впечатление движения на дне для тех ничтожеств кто примет данные страха испытания тем прикосновение к решетке Ивовой рощи должно вызывать парализацию конечностей чтобы глупые барцы со страхом вдохнули канализационных вод гейноса мастеру кошмаров следует внушать сны различным полуросликам Боблшира о вышедшем из-под контроля фуберте способным заставить крыс подчиняться его командам сны должны быть детальными возможно даже на грани области видений данные сны позволят зародить в полуросликах сомнения и неуверенность в любых механизмах гнов данные мероприятия должны проводиться в зависимости от фазового чем темнее ночь тем интенсивнее должны быть мягкие вмешательства на сны полурослика я честно говоря не совсем понял книжку кто это кто это все устраивает гномы что ли но сжатого ужаса походу они ужас пожинают все втыкаем книжку в наш коллекцию читаем следующее библиотека тот а вот сжатого ужаса Кейнес тайная тропа кораны в 2010 году было написано Кейнес очень хорошо укрепленный город надежно контролирующий почти весь коран незаметная высадка и проникновение практически невозможны для тех кто привык идти пустыми путями однако не все таковы мы можем проникнуть скрытно чтобы сеять ужас мы их сар обыватели Кейнеса умеют обращаться с оружием они хорошо знакомы с магией и наблюдательны это внушает им уверенность что контролирует ситуацию это заставит окружающих сотрудничать с Кейнесом внушаем подсознательную уверенность в существовании порядка тот кто сможет собрать жатву ужаса с этого города и этих окрестностей непременно получит благословение Казика Тулэ эта операция тем важнее что жатву ужаса здесь никто не собирал эти существа забыли что такой страх и пора напомнить им об этом в первую очередь необходимо найти надежную базу укрытия которую можно будет использовать временно пока проводятся операции анализ политических ситуаций сложившихся в Кейнесе и взаимоотношения стражи Кейнеса с нелегитимными фракциями позволяют говорить о слабой охране подземелья Кейнеса гильдия воров базирующихся в катакомбах Кейнеса не заинтересована во внимании к своим путям поэтому стражи очень внимательны катакомба Кейнеса очень людное место место не подходит интерес представляют некоторые склепы гнезда паразитов а также склеп предательства во вторую очередь важно обеспечить скрытые проникновения в город с севера и запада Кейнес окружен скалами ночная высотка обречена на провал с юга город укреплен и оборона усилена цитаделью гильдии в восточной Кейнеса находится Антониканская равнина это открытое широкое постранство где редко бывают дожди перемещение по земле вызовет появление пыли следы могут оставаться целыми очень долгое время нужно выбрать для перемещения воду ближайшее доступное место высадки Каран находится в громовых степях один из разведчиков должен будет разрезать сигнальный огонь в руина дома клана Маккумарин которая отмечена на приложенной карте кораблю нельзя близко подплывать к земле морское дно очень близко к уровню воды вот как далее нужно скрыт скрытно перемещаться на север стараясь как можно плотнее прижиматься к скалам каменистая почва позволит не оставить следов прямо перед тайным входом в Антонику расположились гновы из примитивных существа их будет легко обмануть на выходе на выходе в Антонику нужно нырнуть под водопад в небольшое озеро озеро проточные и вытекает в реку текущей прямо на север два укрепленных моста следует пересекать тихо чтобы стража не подняла тревогу возле леса будет гноль и брод необходимо соблюдать осторожность за перекатами река изливается в море придерживаясь берега по левой стороне можно скрытно переплыть через башню оракулу и таким образом достичь острова путешественников сража острова будет заранее обезврежена южнее острова путешественников расположена заброшенная усыпальница Варсуна которую можно использовать чтобы переждать день с наступления темноты необходимо продолжить движение на юг чтобы оставаться незаметными а чтобы оставаться незаметными нужно держаться у дна и примерно посередине пролива южнее второго моста в скальном основании имеется лаз в торфяные болота отсюда можно проникнуть вниз до паразитов и ножей нам склепы вторая фаза великого плана изложена в специальном отсчете ну да, Иксар умеет плавать я видел Иксар играл за эту расу красиво они плавают так от ужаса кейна семена семена страха называется семена ужаса растекают из неизвестности помноженные на страхи чем больше малых страхов тем обильнее семена и тем больше и будет жатвы нельзя допускать чтобы раздражение жителей Киноса сформировалось с конкретным образом слишком опасно учитывая силу стража и педантичность конкордии кроме того целистианцы умеют внимательно слушать жалобы жителей Киноса безусловно пробудят их нездоровый интерес в силу всех перечисленных фактов мы Иксар не можем и не должны показываться на виду у Киносов и создавать какие-то слишком очевидные проблемы в первую очередь важно замаскироваться и сделать это нужно очень хорошо для этого хорошо подойдут бедные кварталы Киноса и спальные районы к сожалению нижние слои общества близкие к вводам замка и катакомбам уже облюбованы Киносовской гильдии воров а высшее общество очень замкнутое и слишком яркое поэтому нам будут полезны слои среднего класса оптимальная маскировка под торговцев различных товаров общего потребления на них обращают мало внимания и редко замечают разницу между разными торговцами еще одним положительным фактом будет и тот что многие жители Киноса стараются покупать качественные товары и избегают низкого качества таким образом мы сможем самостоятельно определять круг наших клиентов в чем регулирование качества товара подобная маскировка позволит максимально близко сойтись с людьми и услышать их разговоры о тех или иных проблемах таким же образом во время торговли мы сможем поднимать нужные нам темы чтобы донести тревожащую информацию итак теперь остановимся остановимся на первой фазе великого плана отчуждение мы должны посеять жителей Киноса в недоверии к своим соседям добиться этого можно рядом простых способов чтобы пробудить отчужденность чаще всего достаточно заставить слабого разумного противопоставить себе хоть кого-нибудь чаще всего это будет достаточность остальное разумный не фантазирует нафантазирует себе сам остальное разумно нафантазирует себе сам если чувство самомнения пробудить не удается то следует воздействовать на самого соседа мягкое гипнотическое внушение тропы сновидений море Тулей и многие другие и многое другое позволят незаметно пробудить что-то неправильное с точки зрения окружающих в человеке мы должны идти впереди всех тревожных событий подобных исчезновению из Изы в Сомборне что заставить людей метаться в созданных нами кошмарах такова боли Тулы привет Алекс Варбоса как дела мы тут книжки читаем самописные книжки эти книги написали сами игроки вчера мы купили несколько штук Кеша это че там? Чирикеш такова воля Тулы важно помнить что нельзя допускать повторения адаптивных действий нестандартных для жителей Кейнаса эти действия по своей воле должны совершать Кейнас которые будут привлекать внимание мудительных целистиан каждому из нас необходимо иметь как можно большее количество людей и владеть основными языками жителей Кейнаса всеобщим эрудитским геранским Куададал фейердал эйрдал гноми дворфийский стал и обязательно фейерли всему все языки позвольть понять опасные для нас разговоры ну тун-тун-тун я так обычно писал на евреакии латинице Понятно. 3. Теория о том, что Юм-Юм будет украден, применять только полурослихом любого из возрастов. 4. Рассказывал о том, что Коада дал раздражаться от шума механизмов гномов и планирует проводить законы запрети механики только для гномов. 5. Рассказывал о редких и очень ценных артефактах, которые стремятся получить гильдия воров только для эрудитов. 6. История об эмиссарах тексианцев и орков в Антонике только для Фей. Короче, они шатают Кейнос, получается, с этими семенами страха так называемыми. Данные темы наиболее стереотипны и чаще всего игнорируются другими расами, это делает их распространение относительно безопасным для нас. 6. Для мастеров ужаса становится другая задача. 7. Необходимо незаметно изменять поведение самих жителей города. Лучше все делать где-то через мягкое вторжение в сон. 8. Полезно зачаровать на определенные преступления. 9. Приступные действия и вызывать кратковременную потерю памяти у жителей, которые посещают кабаки. 10. Многие из них начнут бояться шантажа. 10. Те же, кто не боится шантажа, станут бояться себя. 11. А все остальное, кто не начнет бояться шантажа или себя, послужит разносчиками страха, как неконтролирующие существа. 11. Кроме того, полезно пустить слухи о секте безликого, сдабривая их нелепостями. 12. Это ослабит запасное внимание стражи и конфортии. 12. Таков первый посев. 12. Мы должны пробудить в Кельнесах забытый страх, прежде чем перейдем к более решительным действиям. 13. Когда жители обратятся против тех, кто сейчас сможет их защитить. 14. Они там цветную революцию, типа, делают. 14. Что ли? 14. Собираясь сегодня... 14. Алекс Барбов спишет, что собираясь сегодня. 14. Также некром своим динозаперозом сходить. 15. Поговорить, как он будет себя чувствовать в зоне 90-70. 15. Плюс... 15. Может, прибью пару имен. 15. Если мы будем почему-то сходить в магазинчик, затариться новыми шмотками на 90-70. 15. Мастера покупать. 16. Хорошо. 18. Еще одна книга. 19. Я только что прочитал его. 18. Читаешь как про себя, без выражения, на достарательность. все ж воды пишешь блин ну извиняя не тот не оратор не могу я так не актер меня зовут хиск хиск нагназан из кунзарских джунглей я охотник и мои угодья в джиниске но я не тот охотник который добывает шкуры тигров или лесных котов моя добыча совсем иная самый опасный хищник от поступки которая станет земля от поступки которого станция она приходит с запада его ведет жажда жажда металла тщеславие горит его глазах он слеп и опасен как пора бешеный носорог который не замечает на своем пути ни чикадая ни как атака как атриса мы иксар это наша земля и мы должны защитить ее жители сибири погрязли в интригах после атаки траканона они испугались и перестали нести страх военные дела теперь у них другой башни венрил сафир однажды ты падешь за свое предательство как папиши сар державшие нас в рабстве ты падешь так падешь и ты и гнев казика уже близко поэтому я и мои верные товарищи взялись за оружие да направит нас воля казика наши движения быстрее копия разят без промаха но мы не можем встать за слоном который остановит хищника ведь его сладкий яд уже отравила жителей джиних джиниска они приняли приняли хищника и наслаждаются его обществом они падут весь джиниск будет вычищен от скверны барон клавик тебя ждет особая милость искупление тулы твоя суть из будет отдана морель и дано праве что бог им про несчастную душу каждый человек способен на многое тут надо стараться шакфалд к нам пришел привет шакфалд а вчера вечером в наш тайный лагерь пришел посланник казика тулы он присоединился к нами теперь мы можем напасть на джинис посланник не человек и не низший он говорит понятны нам слова но он постоянно меняется материальная форма для него лишь временно личина и ни разу никто не смог опознать его пока он сам не говорил о себе это внушает страх это приятно казику тулы него он не один с ним всегда так то рядом она всегда с ними всегда сама по себе она молчалива она всегда разная и коварна как все человеческие самки это что за еще как все человеческие что за обобщение такое она играет с нами она пугает нас это приятно казику тулы они всегда вместе и для них это каждую ночь после дождя они приходят с севера так то рядом выманивают торговцы и низко заставляя их отправляться на поиски интересной зверюшки или упродивной вещицы после широколистного куста посланник начинает свое действие все начинается с хруста ветки от этого жертва начинает нервничать и в поисках опасной цели не замечает мягкого вторжения свой раз когда жертва встречается с посланником глазами она больше не сможет сопротивляться и когда жертве жертва познает силу тулы а и тогда жертва познает силу тулы чтобы напомнить джиниску о страхе мы возвращаем жертву обратно каждый раз это происходит по-разному и даже нам не всегда известно что именно случится если жертва больше не нужна казику то она нападает на тех кто очарован хищником она несет безумие а безумие несет страх и больший страх приносит разложение жертвы через зеленый туман кару тулы если жертва может быть полезна казику то она прячется и ожидает ожидает удобного момента чтобы нанести удар в спину хищнику нигде не будет пока чижаку джиниск обновленный соберет первую жертву а мы настигнем хищника в джунглях и хищник станет корм для наших цветов такого более тугая опять про жертва шериан написал книгу назывался на что-то там про джунгли так жертва ужаса кейн из баблшир ярвис это я читал тоже но это походу все книги шериана тут все о жатве идет то есть все книги о жатвах тоже шериана про какие-то сущности справочник а вот это я уже читал школьная тема полезная для уже конкретно для игроков тех кто играет гипнотизерами все гипнотизеры с 65 уровня получают возможность захватить сущность цели используя своих целях захваченная сущность открывает большую свободу для гипнотизеров становясь хорошим бойцом эффективным бардом или кем-то еще наблюдая за различными вариантами питомцев я приметил для себя некоторые наиболее предпочтительные варианты существ чьи сущности полезны для удобства данных существа были разделены под глаз первые самые любимые питомцы трубадуры исключительно редки исключительно полезны вторыми идут министрели не менее редкие полезны чуть менее трубадур 3 4 списки некроманты заклинателя удобно то что они всегда призываются на помощь питомца причем мгновенно что компенсирует отсутствие на них бакс однако есть однако если недостаток питомец сущности вашим командам напрямую не причиняется атакует лишь когда сущность попадает удар противника это особенно сделать их полезными для сольной игры отмечу что некроманты поставлены в разогнательно благодаря тому что на них активируется дополнительный эффект леча они лечатся от своих атак бойцов всех мастей в игре тьма тьмущая поэтому в состав списков они не вошли к сожалению мне нет возможности найти интересного существа в рейдовых зонах на действительном вопросе на посильную часть других игроков также в планах составления каталогов иллюзионистов которые также могут быть интересны новейтки в игре приведем в списке актуальны для аддона sentinel fades 1 категория трубадуры 20 уровень антоника призрака вален 2 гороботчер блока берегиня оболстительница в зимучих песках береговая оболстительница 40 уровня мерцачься цитадели каэндрейский трубадур 50 уровень волчьих равнинах и гремлин поэта 60 уровня вторая категория министр но это короче для для гипна для гипна список вот идет где чё кто некромант не буду я дочитать здесь просто одинаковые мобы могут быть в разных одинаковым могут быть разных классов все мы эти книжки прочитали книжки от шериана рожат сейчас почитаем книжки книжки которые мы получили за квест легенды и предания соц по оркам короче мы убили кучу орков и в награду мне дали вот книгу и вот эту вот мульку моем не помню сейчас что именно дали какой-то вот безделушку должны были дать увидим а вот этот флаг пиратский но он не очень прикольный скорее весь хлам отсюда спогреваю над костром будет стоять что еще есть трофей баггер бой оружие но оружие знают тоже около костра тем более он красненький как нибудь вот сюда на сундук положит город не кладется но он не кладется на сундук он как-то вот красавица причем надо как то вот его повернуть о супер лукаят как вверх как то но ну ладно сейчас переставим и еще какая то мулька шарик элементарий по моему да это че то с элементариями с элементариями связаны жезл суда положим прям мокрисом капуста внешне что дать что дает за эти квесты а за них дает вот этот удар вот молния вот есть он называется он удар мастера все наносит там большой дэмэдж но у него откат большой минут две минуты у него повтор но зато наносит 700 900 урона вот я изучил авиак и багбер элементарь ну вот этих всех я изучил ну из них там выпадают мозги там руки глаза язык там печенка что то еще куски там всякие под я изучаю типа вот он дает мне удар мастер для сравнения вот например спиралька ну вот глоток у меня вот 400 то есть в два раза больше чем мой самый крутой глоток штук пять квеста взял но удара нету сейчас я покажу как этот квест выглядит вот он а легенды и предания великаны големы дракота вот легенды и предания должны быть заходишь выполнено вот вот они ты можешь удар посмотреть вот через через заклинание по моему нет через способность значит здесь тоже их нет значит через заклинание так максимальный уровень алфавитный зигзагом должно быть в книге заклинание но любому я только не вижу вот он удар мастера но у меня есть в книге заклинание открой посмотри ну а сортирует сделаем максимальный уровень там алфавитный что то такое у нас тиморока исследовалась до мастера но так 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 договор со смертью 2 сейчас у меня эксперт стоит но давайте изучим кстати классная штука договор со смертью он дает по поднижает целью против гибель есть такой в книге ну вот в общем изучаем договор со смертью мастер потому что он будет за ней ну дебафить будет их наших врагов читаем дальше книгу по оркам то есть мы там нашинковали кучу орков сейчас будем читать это слабый дамаг написан значит означает слабый дамаг собственно орков профессор ромиак юстаторн чуть более фундаментального труда в которой проведена информация касающаясь исключительно особенностей поручих общественных отношений а часть не чуть более а часть более фундаментального труда в этом фолианте описываются только социальная жизнь это отрывок из книги загадки фауны профессора ромиака юстаторна из фрибовской академии тайного знания дата публикации неизвестна около 8-9 тысяч не знаю почему так у тебя комедии 30 м м м м м м м м м погнали дальше орки это подлые твари они представляют угрозы для любого цивилизованного сообщества которое существует с ним по соседству они живут ради войны и завоевания орки представляют собой народ который отлично обучен как искусству войны так и торговым взаимоотношениям как отмечалось в ранних описаниях войн против орков они часто использовали технологии великих империй давно камушек летом так например была военная база при взгляде на которую могло показаться будто это чудом уцелевший деревне древний цитадель на самом же на самом же деле строителям были никто иные как орки вскоре обнаружилось что эти твари ведут торговлю на черном рынке выкупая чертежи древнего оружия военных машин и сооружений из-за большого количества добытых чертежей и предметов из самых разных империй работа в орочах и кузнецах не прекращалась ни на час теперь орки полагались на инженерное искусство и архитектурные замыслы других рас доступ к которым они получили подковыми грабежом все империи орков хотят завоевать весь мир и они знают что нужно только начать как только война объявлена империя орков будет воевать пока не победить или нет империю орков своеобразные республики в которых командир отряда выбирают императора обычно император лучший воин империи он герой сражающийся во многих видов сражавшийся во многих видов поэтому император украшен множеством шерамов зачастую у него не хватает одной и двух конечностей император самый свирепый орков во всей империи орки возможно самые опытные организованные солдаты в мире они сражаются до последней капли крови и всегда выполняют приказ командира орки беспощадные солдаты они рождены в этой битве все орки ярые последователи Ралоса Зека но кроме того почитают и бога Таллик тактики Таллона Зека Таллон Зек первый орк великий герой тактический гений и тот самый орк что дал часть своего тела великому богу войны Ралосу Зек чтоб тот принес в нарад племя орк Ралос Зек расчленил Таллона Зека и создал из него семена которые породили орочу расу Таллон Зек поделился своими знаниями с орками не являясь им в видениях орки построили множество храмов посвященных Таллону Зеку но также они чтят и настоящего бога войны Ралоса Зека за все прошедшие эпохи орки доказали свою уникальную приспособляемость если мы будем знать древнюю историю орков то возможно нам будет легче помешать оркам воссоздать свою гигантскую империю и в конце концов тех кто не знает своего врага обычно ждет печальная участь Круто 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 Дальше идёт Багберы дальше идут. О, интересно. Вообще не знаю, кто такие Багберы, поэтому самому интересно почитать, что за такие Багберы. Кто это? Танцы с Багберами. Автор Рози Гудлс. Исследование нравов и обычаев Багберов из города Черблока. После долгих месяцев пустых рассуждений я наконец-то решилась отправить туда, куда звало меня мое сердце. Завтра я отправляюсь в горы Бачерблока из громовых степей. Я просто обязан оказаться среди Багберов, о которых так мало известно жителям Нараду. Мои исследования откроют всему миру истинные сущности этих несчастных, непонятных существ. Некоторые думают, что только сумасшедшая женщина-полурослик могла посвятить свою жизнь исследованию этих пугающих существ. Им непонятно, как можно уехать из мирных земель и отправиться в столь опасное путешествие. Но я так отвечу оппонентам. Кто, если не я, сможет закончить это исследование? Я высадилась на пристани Бачерблока и вскоре нашла себе помощников среди дворов, которые вызвались проводить меня до лагеря Багберов. Поначалу меня пугали их суровые лица, но зато они знали самые короткие и безопасные пути. Пожалуй, я не зря потратила деньги, наняв этих ребят. Путь через Нагорье не доставил нам особо хлопот, а на ночь мы разбили лагерь неподалеку от стоянки Багберов. Следующее утром мы с дворфами позавтракали и продолжили путь к лагерю Багберов. Когда мы уже почти дошли, прямо перед нами на дорогу выскочил огромный Багбер. Это был мужчина, завернутый в грубой шкуры, усеянный металлическими заклепками. В руках он держал дубину всю, утыканную ему острыми шипами. Испугавшись, дворфы обнажили оружие и бросились в драку, но это привело к печальным последствиям. Я пытался их успокоить, но в пылу битвы они меня просто не заметили. Не могу винить этих несчастных Багберов в том, что они пытались защищаться. А в их глазах, наверное, мы представляли враждебными захватчиками. Слишком долго они были рабами других рас. Подножие и мои вооруженные спутники должно быть, как оказались, им новыми поработителями. Извиняюсь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Игра просто гуфнула. Видимо требуется бета-тест. Но это все из-за того, что пятница 13-ая, я думаю. Сейчас запущу. Че себе, уже 59 минут уже читаем эти книжки. Серия получилась про книжки, хотя хотел я покрафтить и квестить в этой серии. Хорошо, что здесь не надо сохраняться и подобные вещи. Вылетел, обратно зашел с того же места. Подошел. 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 Багбера. На, у меня камера опять. Чего-то после каждого запуска надо эту камеру калибровать. Так, все готово. Оформально. Так, где тут я читал-то? Да, вот. Их язык очень сложный и мне пришлось приложить немало трудов, чтобы научиться с ними общаться. Впрочем, их желания вполне просты и понятны. Они подобны невинным детям и я поневоле начинаю чувствовать себя их мамой. О как. Зачем тебе эта функция, когда у персонажа в капюшоне? Как в капюшоне. Вот же лицо его видно, он там губами шевелит. Во время своих исследований я преуспела в налаживании добрых отношений с их кланами и даже удостоилась аудиенции с некоторыми представителями, носящими имена. О них я расскажу вам подробнее. Поки. Спокойный и самоуверенный. Его кожа очень светлая и он проводит много времени укладывая свои волосы в болотную тину. Ему нравится наблюдать за мной и он даже пытается научиться писать пальцем по грязи. Шкура Нибблса темно-коричневого цвета. Он любит охотиться за мелкими существами, свою добыть у ревностно охраняет. Кудряшка. Самый очаровательный багбер в этом клане. Он даже научился целовать меня, конечно же, по-своему. Я никогда не видел, как барберы выражают нежное чувство, но он часто облизывает мной лицо и прочмокивает губами. Это так мило. Юм-Юм настоящий боец. Зачастую он ведет за собой весь клан. Мне кажется, что в битве он пытается самоутвердиться. Седой отличается полоской серебристой шерсти на спине, но ее трудно заметить под тяжелой кожаной броней. Сегодня мне посетилось наблюдать за подношением дорог вожаку клана. Мимо моего лагеря прошествовали охотники с калей и серой чая друг на друга. Судя по всему, они были чем-то очень взволнованы. Сначала меня это насторожило, но потом я поняла, что есть повод для радости. Они гордого шагали вперед, шутливо пихая друг друга. Дойдя до лагеря, они предстали перед вождем. Бросили к его ногам множество узорчатых доспехов, и тот издал радостный опыт. Затем Юм-Юм извлек несколько странных мохнатых шаров из своего узелка. К сожалению, я не смогла разглядеть, что это были за предметы, но они вызывали бурный восторг у остальных багеров. Как это прекрасно видеть выражение столь светлых эмоций на этих лицах. Надо признать, что меня удивляют другие обитатели Фейдвора. Недавно они с удивлением наблюдали за тем, как я изучаю поведение Покио. Затем они начали махать руками, пытаясь привлечь мое внимание, и знаками велели мне подойти к ним поближе. «Слава Тунаре! Мы успели!» — воскликнули они. «В чем дело?» — спросила я. Они ослабленно переглянулись. «Дорога! Дорогая его смертельная опасность!» — один из них добавил. «Эти существа кровожадные убийцы!» — «Вовсе нет!» — возразила я. Разве что они задушат меня в своих объятиях. А, и другие обитатели Фейдвора её увидели. Что у нас среди них. С этими словами я отправился обратно в лагерь и продолжил ослабление. Я не сомневаюсь, что моя монография опровергнет недосужные домыслы жестокости Баггера. Последние несколько дней весь клан находится в радостном возбуждении. Собиратели принесли в лагерь множество своих корней и ягод. Кнопортные спешно шьют новые шкуры и флаги. Похоже, они готовятся к какому-то торжеству. Удивительнее всего то, что Кудряшка сам пришел ко мне в палатку. Кажется, он хочет, чтобы я принял участие в празднести. Он надел на голову какие-то новые шкуры и его сопровождил. Ставил один из шаманов племени. Сейчас они стоят рядом со мной, но их жесты явно свидетельствуют о том, что они приглашают меня последовать за ними. Наверное, они хотят сделать меня членом своего плана или я ознакомился с этими обычными. В моей следующей записи я с восторгом отпишу той серии, которая ждет меня этой ночью. Не могу дождаться, когда смогу поделиться своими записями со всем миром. На этом записи обрываются страницы, как и многие предыдущие листы. Заляпана грязью и кровавыми отпечатками толстых пальцев. Ее, походу, сожрали. Бедняжка. Так вот, говорили ей. Осторожнее там. Такое бывает, когда теряешь бодительность. Как среди багберов, так и среди любого другого вида. Элементарий. Давайте почитаем. Последнюю книжку потом сделаем на рестарт стрима. Для этого уже. Призывание элементария. Омона Велеречивака. Результат изучения призыва элементарий, проведенного молодым магом, который хотел стать чудесником. Элементарий призываем из существа, и обычно их призывают маги в высоких уровнях. В этой книге мы можем поучиться на ошибках мага-ученика Омона Велеречивака. Меня зовут Омон. Я занимаюсь магией почти 15 лет. Сейчас в очередной раз прошу проверку, чтобы стать худестником. На самом-то деле я не был виноват в том, что произошло во время первой проверки. Элементарий нелегко подчинить своей воле. Вот поэтому кудесник каждый раз начинает с азов. Одна из основных проверок любого мага-кудесника на способность призыва элементарий. Их вызывают из основных мировых элементов. Огня, воды, земли и воздуха. Комбинируя части различных элементов, можно призвать довольно интересных созданий. В целях проверки кудесник должен выбрать тип элементарий и призывать его. Проверка проходит успешно, если кудесник может управлять призванным существом и выпустить его только по команде. Первый раз, когда я проходил проверку, мне нужно было вызвать элементарий огня. И теперь, после того небольшого происшествия в консерватории, я избегаю огня в любой форме. И больше пламени боюсь только призванных элементарий. Все это время, что я готовил заклинание, перед моими глазами стояло выражение лица той бедной женщины. Чтобы забыть о нем и продолжить творить заклинание, понадобилось сконцентрировать всю свою волю. В любом случае, призванный мной элементарий огня выглядел как надо. Удивился даже экзаменатор. Как и любой другой элементарий огня, призванные мной существа выросли из огня и немного над ним повисело, а потом двинулось на меня. Вспомните мой предыдущий неудачный опыт с огнем, и вы поймете, почему я провалил экзамен. Элементарий магические существа, только магия может причинить им бред. Когда я бросился прочь на мгновение, я на мгновение потерял концентрацию, а вместе не контрольный элементарий. Элементарий поглотил моего экзаменатора, я мог только подпочитать заклинание уничтожившее мое творение. Стоило ли говорить, что тогда я не прошел проверку? Когда пришло время проверки в следующем году, я тщательно обговорился с испытуемом, что я больше расположен к элементариям воздуха. Я подумал, что может пойти не так с воздухом, ведь это просто ветерок. Позднее, когда мы заново отстраивали испытательный полигон Академии, моя наставинца сказал, что такого мощного элементария она еще никогда не видела, но предположила, что если я решил прийти проверку в следующем году, то лучше попробовать с элементарной водой. Для вызова элементария воды нужно, чтобы поблизости было небольшое количество жидкости. Во время следующей проверки я создал заклинание и прочитал его. Тогда я осознал, что поблизости у нас нет воды. Ты знаешь, что люди побольше чаще состоят из воды. И я не знал. Этого не знал и мой бедный экзаменатор. Преподаватели сказали, чтобы я возвращался через год, когда пройдет традиционный срок траура. Последний из основных элементарий, которого я мог использовать в проверке, элементарий земли. Для призыва этого элементария не нужно ни открытого огня, ни порыва ветра, ни больших объемов воды. Нужно, чтобы в месте призыва просто была земля. К счастью, для горожан от элементарий земли можно убежать. Моя наставница предложила мне отправиться во флипорт и проводить проверки там. Честно говоря, она сама собирала мои вещи и заплатила, чтобы меня провезли через опасные земли. Дороги на нас напали бандиты, и хотя я всего лишь маг не удалось обратить негодяев в бегство, я собираюсь снова пройти проверку. Призыв доступен не каждому, но если вы усвоите урок на моих ошибках, то уверен, вы сможете определить наилучшие обстоятельства, при которых лучше его призыв вызывать элементарий. Пожелайте мне удачи с моими проверками, а я вам пожелаю удачи. В общем, его отправили за город, чтобы его там кто-нибудь убил. Достал он, походу, всех. Только сколько экзаменаторов погубил. На этом наша серия книжная заканчивается. Делаем сейчас для тех, кто смотрит на ютубе, будет перерыв, потом продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...